я был нелегалом 2 года у меня сестра с мужем прожили они 6 лет были нелегалами вот первое время когда ты приехал какие у тебя работа ты какие работы на хотя он у меня работу были там работал семье на уборке в ресторане посудомойщиком там еще помогал делать заготовки тоже языка не знал на данный момент работаю в ресторане шеф-поваром ну да есть еще такие люди которые находят работу но ты должен оплатить но за их нет рот типа да это понятно можно таких людей мне кажется слать потому что в любой стране ты можешь найти работу сам я считаю если ты не можешь найти работу сам то мне кажется ты зря приехал это да и так дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим о италии потому что у нас америка закрылась пока что говорит что-то о ней вообще не имеет никакого смысла так как когда это все откроется никто не знает собственно у меня друг живет в италии и как раз таки будем рассматривать допустим до первую эту страну как альтернатива это европа собственно тоже неплохо и вот как раз я бы хотел на думаю вы тоже бы хотели спросить какие-то вопросы я выписал стандартные вопросы которые задают в принципе людям которые уже переехали вот и собственно давайте начнем здорово можешь представиться всем привет ребята при этом аппетита если смотришь и запереди дочь завод меня можете звать и объем и малай живу я в италии уже 12 год пошел приехал я 2010 и вот на протяжении почти 12 лет нахожусь в италии и ни разу не покидал я от во первых откуда ты уже улетел я сам из киргизстана получается и 2010 году я улетел с крестом 2009 я закончил универ взял диплом не мог найти работу так как понимаете везде нужны деньги и связи и все поискал полгода везде были маркетинговые какие-то лекарства то косметика то еще что-то чтобы устройство на хорошую работу нужно были деньги и связи деньги мы нужны были хорошие но я решил чем отдавать имей работать за какие-то не знаю там 100 долларов где-то не знаешь где решил просто забить на все я все эти деньги потратить поиску куда-нибудь на удачу решил короче в европу да но европу как получилось я даже не собирался европу я если честно говоря я хотел в америку ну да как и все большинство да мне получается турагентство они меня предупредили сказали типа для италии сейчас потому что сложновато взять для нашей страны визу и мне открыли получается в испанию так как испания тоже шенгензоне и вот я получать в испании открыл там пробыл три дня и на первый же день сразу начали искать где находится вокзал 2010 году ты понимаешь не было таких сенсорных телефонов google maps of где ты можешь спокойно все найти ну да где есть переводчики понимаешь у тебя в руках словарь действие число русская русская и испанский русско-английский русский итальянский словарь и понимаешь и итальянский ты конечно не пали чтобы у тебя же мандраж первый раз выехал вдруг тебя отправят домой типа столько денег потратил понятно и все ходишь со своим nokia блин 73 где у тебя там старый нет ни интернета ничего ты не можешь позвонить прикинь в те года как трудно было заехать в какую-нибудь страну незнакомую конечно у тебя в руках карта бумажная такая огромная в отеле выдали часто туристика ходят с телефонами у них все карта там находится раньше мы с бумагой такой огромный ходили туристам погануть моментами еще кого-нибудь спрашивали где находится ну нашли как-то мы этот вокзал пустились метро там две красивые девушки за мной поднимают по экскаватору глазки строили я такой еще раз стояла коса карманщицы были у меня сумка открыли но не успели ничего взять прикинь что в европе тоже примут этого наглую типа воровство очень сильно как-то развиты у них прям прям очень туристов много да сама страна не сильно богат да нет это если сами итальянцы то воруют именно с города неаполя а больше ну бы более сказать южная часть северная более порядочно разве что иностранцы других стран люди получаются но это те которые из африки приехали из марокко понятно иммигрант мы получать просто взяли купили билеты на автобусу перед тем как приехать был такой евролайн назывался заплате по мосту 35 евро где-то районе и ну нам нужно было еще пересадку делать мы ехали мадрид барселона из барсон потом в рим и мы когда делали пересадку нас контрольная служба остановила там объяснили типа едем испанию виталию типа время хотим посмотреть один из чудес света колизея ну тогда были как бы туристов навала им пофиг было сейчас они будут так проверять потому что каждый турист для них сейчас очень важно и вот и в италию попала сам язык долго учил вот сколько плите не знали понадобилось учить язык если честно я даже язык нормально не учим я ни разу не учил ну как брел это хватает просто пообщаться какие-то фразы тоже когда в китае ехал я про ездим научу да понимаешь проблема в чем проблема в том что я находился два года виталий работал все дела ну как-то жил зарабатывал но владение языком у меня было самое худшее серьезно двоечка можно сказать это уже неплохо потому что я приехал на юг страны я находился в неаполе и там большинство разговаривать жестами руками бандер на домены типы так все понятно короче все и стала варанда джурналейдра приквали тема это соседка вышли на балкон балкона ряда между балконе соседка по балкону ну вот так вот сейчас английский у тебя более-менее нормальный да тебя понимаю да более-менее но вещи проблемы ну часто как-то уже нормально владею может сказать на четверочку не может твердо может не твердо ну да в тот момент или нужно вот прям реально залететь и как бы когда вокруг тебя но окружение говорит на этом языке и ты снимать часто контактирую что-то на вот смотри я два года находился в италии я работал но я не владел языком из то что мне показывают всю работу жестами не я работал в тот момент и на фабрике где выпускали обувь и на стройке работал подсобником то мне нужно было груз вытащить отнести топа на и принеси на фабрике мне показали что как мне делать и все я стоял за стопом делал свое дело получается тоже язык на хрен не нужен вот первое время когда ты рам приехал какие у тебя работает и какие работа на хом у меня работу были там вещи это юг страны принеси кофе как называется до портаре кафе и по из бара ты заказываешь кофе парниша приносит кофе понимаешь на подносе сидишь или где мнение тоже в баре находишься с клиентами там обслуживаешь все делаешь подряд лишь начали работают такие у тебя опыта нет языка нет и типа более-менее только и такие работы ты можешь можешь это взять что-то подать все да там ну и прибраться как-то сказать работал в семье на уборке в ресторане посудомойщиком там еще помогал делать заготовки тоже языка не знал там столько приключений было короче где языковый барьер где не нужно говорить особо нужно делать вот это примерно и первые работы по сути да но если ты работаешь оффлайн собственно да потому что видишь в итальянском языке если у тебя с языком проблема то конечно больше приключений ты попадаешь это везде дайте скажу я тоже в китае попадал в такие приключения они неправильно еще понимают да 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 ты можешь неправильную интонацию сказать что-нибудь такое ну понятно ну вот работал я на таких работах даже присматривал за дедом а как я сиди зарплаты там поначалу были поначалу были короче там 600 700 800 евро это уже хорошо жилье получается наши земельки снимали квартиру и оставали нашим же своим же и были и другие конечно из россии тоже из украины также все сдают ты снимаешь кокус и платил 100 евро тот момент это хорошо то что 100 евро сейчас подорожало все и тебе хватало на жизнь еще 50 евро на еду так как все вместе скидывались по 10 евро на и закупались на неделю продуктами и 150 евро получается на жизнь хватало но если еще там куришь там пьешь что там весила на кресле может больше и а все остальное мы откладывали отправляли все так как так копили то на черный день еще что-то без работы оставались потому что для парней работа в европе тяжко для девушек и они быстро находят для женского пола работал ты потом спустя время которую относятся к сегодняшнему моменту сейчас где работаешь на данный момент работаю в ресторане шеф-поваром до шеф-повар я начал как по из кухни официантом потом все дальше и дальше и все пошло поднялся и сейчас уже шеф да вы же поднялся парень уже не простой ну а у тебя значительно менялась зарплата допустим до вот этого момента до сегодня так скажем скажу да она то повышалась то понижалась я вижу тот человек который есть даже я буду работать надо работе где буду зарабатывать на полторы тысячи и после этого я поменяв работу я буду зарабатывать 800 там не будет больше 800 евро я все равно захожу потому что работа есть работа рано или поздно можно поднять показав себя понятно чем более мне кажется это везде так тем более карьерный рост если он там есть как бы не как в наших странах знаешь типа пока тебя просто сам начальник не повысит потому что ты там как-то с ним это знаешь грубо говоря это такой весь хорошенький возле него специально там лежишься чтоб тебя подняли если ты не у тебя нет связи с ним то ты как бы как был там не знаю официантом так останешься нет конечно есть какие-то там не знают в адидасе я работал там в принципе можно сдать экзамен и стать ну повыше может и директора но зарплата там ну не особо не сильно не меняется а вот обязанности меняются ну да но вещь есть люди которые тут работали зарабатывали напоминать еще евро но им предлагает работу как он который за 700 евро они уже не идут типа привыкли получать больше и не хотят меньше получать это это вообще делать нельзя есть ты даже получал больше и потом вышла работа который меньше но ты знаешь меньше нужно идти потому нужно набраться опыта сделать так чтобы работодатель привык то чтобы без тебя он не может а это нас такие они уже потом не хотят и отпускать ну привыкаю все очень удобнее что один человек никуда да потому что ужасный человек с опытом все дела когда ты вот и а потом скажете по мне нужно чуть больше заработать я уйду они те сами поднимут и поднимут и сидела и уже будут подписываться на твои условия контракта а в итоге короче смотри получается ты приехал ты на сколько времени был в легальном статусе именно в италии в италии виталию прям заехал я находился легально по моим два дня потом по дорогу кутина туристическая было надеюсь не по моему не открывали или пять дней я не помню точно короче уришь в италии и через нелегал уже да я уже не заканчивается и мы остался и путь и в итоге там нелегалом был два года находился а потом я я был нелегалом два года у меня сестра с мужем прожили они 6 лет были нелегалами и овощение не опасно быть как бы нелегальным потому что скажем в америке вот то есть ребята которые остаются там в принципе ну там в калифорнии или в нью-йорке там не подойдет к тебе полиции не скажет так предъявите документы там полиция не имеет права это делать а специальные службы это делают вот это этих служб там за всю жизнь можно их не увидеть вот допустим карту полиции можно остановить просто из мне тут вообще главное не нарушая главное не дерись не показывает то что ты какой-то хулиган еще что-то даже и в этом плане если не серьезное нарушение тебя просто запишут напишут протокол и все и отпустят хорошо они допустим вот такие моменты моменты допустим ты идешь да к примеру тебя кто-то обокрал ну допустим и ты это понял понял что это человек побежал за ним к примеру да такая ситуация и полицейского по пути встретил и полицейскому говоришь то что вот он на меня там этот этот чувак окей там остановился ли его поймали и допустим у тебя спрашивают там у него спросили документы у тебя там спросят документы его не увидишь что типа как бы у тебя виза уже закончилось как вот они к этому отнесутся ничего нормально просто скажут есть там если у тебя украли то ничего не скажет потом отпустят понимание у них не будет вопросов тебе типа окей типа мы его поймали там все сделали ну а вот к тебе вопрос по поводу то что ты без визы очень редко очень очень редко это делается атака большинство случаев для них это по барабану просто пустят и все давай люди даже мы перебираются против берут парохода где проверки идут жесткие на проверяют билеты паспорта ничего нормально я по улицам полиции наверно только ходит в очень туристических местах это они больше там ради контроля они паспорта проверять ну да они просто ездят и контроль от есть не случилось какая-нибудь очки драки или еще что-то понятно короче типа вы пойти живешь спокойно ходишь гуляешь никого не трогаешь к тебе никаких претензий за все время и нибудь да не будет нормально неплохо то что как вот ты знаешь не знаю в россии когда ребята допустим там приезжают из там не знают таджикистан узбекистана там вообще в Москве там или даже вот в казани очень часто у меня на родине тоже просто подходили допустим пацанам паспорт пожалуйста смотрят если нет все депортации ну да не тут нету такого у меня вон сестра получается с мужем жили и у них был левый свет так как это город неаполь там все такое возможно и пришли контролеры по электроэнергии записайте по счетчику это мы видели эту махинацию но это сами наполь танцы итальянцы сделали хозяин типа чтоб не платить все их и двоих арестовали типа штраф прав все дела их продержали полом пять часов сказать типа покиньте территорию италии через неделю ну и все они дальше потом прожили еще три года тут они взяли бумажки нормально главное не протокол оформили все сидела для них нету проблем такие они же не хотят за за свои деньги отправлять человеку ну понятно да 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 много где так а вот смотрите ты говоришь сестра там а вот из наших ну именно из русскоговорящих там есть кто-нибудь в плане я имею ввиду что понятно что на улице где-то там на работе можешь встретить допустим не знаю как там в нью-йорке тот же там брайтон бич где много русских во многих собственно странах тоже такое бывает что как ну какая то так знаешь сообщество русских где-то собирается вместе в целом пожить и так далее какие-то русские районы и когда-то допустим не знаешь только приехал языка не знаешь таких районах в принципе можно сделать документы потому что иногда обслуживающий персонал тоже русские ты можешь там какие-то документы сделать даже просто надо идти там группу раф прачку это же как там уже мне где тут есть тут есть магазины русские получается именно русскую проводу продовольство будет продавать там и пиво можно киним все 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 это и люди не до и люди тоже есть очень много русскоговорящих есть из украины из белоруссии из россии из кардистана из разных стран есть так что тут народ дружнее находятся и все нормально и помогут и все дела не у меня у меня был недавно случай такой я приехал в рим посетить ну там у меня отдых был мы решили найти такси короче искали номер такси время у меня друг нашел типа русское такси написано ну типа позвонили начали на итальянском разговаривать он отвечает и мы такие на русском спросили типа это че русское такси он такой да да это русское такси короче ну типа для русскоговорящих там все дела какие время ты можешь найти заказать себе такси русскоговорящего ну все это тоже супер потому что многие вот допустим я знаю в америке ты приезжаешь в нью-йорк все необходимые документы ты можешь там ты можешь сделать именно уже там наш банк прийти сделать даже будучи туристом ты можешь прийти сделать какие документы там в банке сотрудники все типа русские бывают а вот смотри окей допустим опять же да если брать нью-йорком то лучше в принципе какой-то если прям помощи но от своих желательно не просить или не идти вот знаешь на вот эти услуги которые они предоставляют потому что 80 процентов случаев это будет короче ну обман вот и ты скорее всего это знаешь типа мы русские друг друга не обманываем из брат 2 не вот и вот такая ситуация как-то еще сталкивался да нет есть понимаешь в том что нет плохих наций есть плохие люди ну понятно да если попадешься даже итальянцу он тоже обманет просто из-за людей это зависит и так конечно это были есть какие-нибудь случае у меня кидали они 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 получается ты в общем поехал прилетел в испанию потом приехал в италию остался там через там два года ты получил собственно там как постоянное место жительства до 2012 году вышел закон легализации именно нелегалов так как они работают нелегально и налоги налоги казну не приходят и получается они выпустили но до этого выходила конечно 2009 тоже но вообще не видишь агентство типа санатории что ли называется тепла санаторы это получается типа ты должен легализовать своего работника который у тебя работает потому что они виталии и сама сама правительство знает то что у большинства работают нелегалы и без контракта и без без оплаты налогов и время от время время от времени получается это все делают но восстановлю вошло бы либо среднее время там каждые два года в пацану такая движуха происходит то есть этот закон выпускают там они же могут даже это разрешение дать не только например всем нелегалам а допустим какой-то определенной работе типа там все нянечки которые нелегально работали вот вы можете легализоваться кругу да вот например именно по санаторию он туда включается именно человек который делает по дому хозяйства именно уборка готовка все дела и те люди которые сиделки потому что для пожилых людей они сами найти нормально не могут людей и берут именно иностранцам который так как родители оставляют своих детей подальше и родители уже в старости живут одни и для них нанимают специальных людей которые будут присматривать за ними называется баданта сделки и третье получается это няньки которые работают нянями присматривать за детьми тоже там еще какие-то категории есть но именно эти три категории самые важные и все большинство именно от стране но на нигде лира взглянуть все знайте работу часть потому что да именно когда выходит закон и не старается найти именно такой такую работу чтобы сделать документы потому что эта работу те выдает пмж уже рабочую и ты после то как ты получил это документ ты можешь спокойно работать на других работаю ходь в отеле хоть где хочешь и выдаются еще эти документы на два года и ты можешь спокойно есть домой и возвращаться так как это рабочие у тебя смотри тогда такое заре вот это такие типа основные вопросы но вот больше по переезду короче такие вопросы которые можно в принципе ну долго не рассусолить но они нужны все-таки нужно ответить смотри вот по какой визе лучше именно приезжать в италию потому что вот некоторые приезжают по туристической визит и остаешься там как нелегал и потом ждешь вот грубо говоря вот санаторий до либо ну типа по студенческой визит и едешь учишься и потом ты тебе дают визу чтобы найти работу и потом ты собственно находишь работу на эту учебу видишь то что ты по учебе в принципе ты можешь вроде там 20 часов в месяц работать вот но вот какой способ лучше и вообще может там не знаю еще какой-то способ есть вот по какой визе лучше ехать не большинство конечно еду через студенческую но для студенческие есть именно агентство которые берут около полторы тысячи евро ты должен оплатить не не ты должен еще при этом учиться но но работа официально ты будешь работать уже как студент и у тебя мало часов будет неделю понятно и на время ты можешь взять как ученическо отработать приехать ну понятно ты можешь ученическую визу приехать и типа учиться свободное время допустим сидеть дома на фрилансе и работать хоть 60 часов в месяц хоть 100 да 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 вас туда но это получается ты уже твои личные доходы добываешь которые не регистрируется запись да ну и ты как бы тоже но и особо не палишься в этом плане что тебя там кто-то будет проверять сколько ты часов работаешь то есть в этом плане у тебя большой плюс что ты типа нелегально находишься в стране да вот девчонки особенно приезжают как студенты большинство я знаю и работают дальше уже вид визажистами там сами открывать страничку инстаграме идут уже делают там вижу там маникюры педикюры там ну вот эти женские штучки окей а вот просто я смотрел там многие даже школы так говорят что если вы приехали допустим по студенческой визе даже если просто на и языковые курсы то после языковых курсов если ты хочешь остаться в италии ты нашел работодатель или ты идешь в универ тебе в любом случае нужно приглашение либо от универа либо от от работодателя и это получение ты должен а это разрешение типа ты должен показать на границе то есть тебе нужно выехать обратно и опять заехать вот мне кажется это большой минус в плане если ты едешь повод просто языковым курсом типа в любом случае придется уехать ну да по моему да я просто не ездил и не интересовался но в скором будущем хочу открыть такое агентство где можно зачислять студентов с других стран так как ну так как студентам удают степенью 5000 евро они могут распоряжаться не как хотят но для этого тебе нужно учиться понятно а так получается типа ну если ты едешь туристом в принципе остаться и работать это как бы такой не сказать что-то прям типа жесткий вариант но ты просто нелегал там но как мы поняли да я их не проверяю до их не так же проверяю может даже за два года это же не ощутить да единственное что когда ты на работу приходишь тебя берут на работу как нелегал это вообще ну проблема это вообще найти работу что что ты нелегал нет сейчас так как вещь уже люди так страдают денег нету парабан потому что и всегда есть если ты берешь человека легально и тебе нужно будет оформлять документы контракт оформлять это тоже оплата отдельно и платить ежемесячно налоги но пенсионный фонд его и поэтому сейчас уже большинство людей берут как-то без документов поэтому но желательно конечно ехать я не знаю туристически намного легче ну да то есть приехать по туристической визии сам уже на месте решаешься вопросы а здесь вижу еще поддерживать статус студента продлевать это все делать блин мне кажется просто два года посетил нелегалом и сделываем жить ну да окей а сколько денег еще брать допустим с собой если он по минимуму вот прямо жесткий вариант типа ты приехал и там с первого дня чуть ли не ищешь работу вот если на такой вариант сколько денег нужно с собой ну да есть если ты никого не знаешь например да знакомых так я думаю наверное тысяч 2 хватит на 2000 евро и на что они пойдут на жилье на питание это нужды на всякий пожар это будет зависеть да это будет зависеть от тебя насколько ты быстро найдешь если общительный человек может познакомиться с людьми с новыми это так то быстрее найдешь работу но есть ты будешь сидеть дома и типа для работы нет я вот жду там куда ты заселился только их знаешь на не конечно тоже помогут там какие-то работы найти но будешь так сидеть то конечно дольше просидишь по ней сообщительно есть люди до которые только приезжают они уже все моментально уже сразу находит работы уже работают большинство заходят на вначале находят такие работы именно как сиделки чтобы у них жить у них питаться ты ничего не платишь получается ты делаешь свою работу в них же живешь у тебя неделю четверг пол дня выходных и воскресенье выходной и получаешь чистыми деньгами понятно на протяжении филипинки индонезийки короче тайки в гонконге так работают сиделками там тоже они у них живут и тоже у них кормятся то есть им еще бабки завидают окей типа на 2000 евро это как бы такой типа жесткий вариант как бы если ты берешь и до 2000 достаточно будет среднем ты сюда если типа больше можно взять то лучше больше короче то есть тем больше будет денег тем больше дольше ты можешь тупить по приезду грубо говоря да но это будет зависеть от тебя придумаешь и как как ты будешь дальше двигаться а вообще смотри хорошо когда ты приехал допустим я знаю если ты приезжаешь по студенческой визе только как приехал ты сразу тебе нужно сделать временный вид на жительство там эти дел документы вот я могу допустим по приезду к примеру вот будучи туристом да по тур визе приезжаю в италию я могу примеру сделать хоть какие-то там не знаю необходимые документы скажем может быть кредитную карточку ну дебетовую до что хотя бы деньги итальянские принимать не наличкой там скажем да а по карте либо ну я не знаю может быть там конечно рассчитываются больше наличкой вот или там не знаю может какие-то права там какие-то ну в принципе можно сделать нет тут рассчитывается если законно работаешь то все безналичный сейчас именно закон вышел чтобы тебя именно переводили по банку так как она регистрируйте им легче как понятно да 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 это уже все передвижение но если у тебя нету никаких документов то ты не сможешь сделать никаких документов я не карточки не банки не что-то но передвигаться и сидела посещение больницы все это бесплатно будет это все нормально то есть больницу я могу это быстро если у меня что-то заболело пойти в больницу и если я нелегал к примеру то там возникнет да потому что в больницах есть специальное учреждение где-то оформляешь себе карточку называется тестер с интерьер но я вот до прида самого начала как еще турист придать нет турист нет как нелегал оформляешь белую карточку и все анти выдают на полгода и полгода ты можешь ходить делай блин все что тебе нужно тоже да странно допустим вот в америке ты если например ты нелегал но ты можешь пойти выучиться на права и там даже написано какое у вас какой у вас статус и там можно написать не хочу уточнять галочку поставить на право вот тут тоже да типа но они знают что ты нелегал но все равно предоставляют тебе какие-то там ну и документы хотя бы медицинской обслуживания блин это класс да медицинская только дает на понятную стиме ввиду что государство в принципе в курсе что у них нелегалы типа в стране но я так вам относится их очень много скажет окей вот типа как минимум когда-то нелегал можно сделать хотя бы такую-то медицинскую карточку типа да а если допустим там суп заболел и пойти его вылечить там это по ней можно по этой медицинской карте сделать да да можно сделать так же и можно играть и по ней но мнение уже как поплатно идет а ну ты типа я не забывайте ждать да и есть некоторые услуги которые платные которые нужно платить тоже но именно как сказать пойти проведать сюда спокойно окей ну про работу где искать я думаю тут в принципе понятно можно и так прям заходить да про просто ну в наглую про заходишь в ту же кафешку или куда-то еще и там эти но что работа либо на сайтах да но большинство видишь когда не владеет иском они только приехали потому что большинство не владеют и они находят работу только через знакомых знакомиться с людьми ты еще там с кем-то познакомился и вот так они находят потому что те люди которые дольше находятся они больше людей знают и могут получить информацию о какой-нибудь работе куда именно ты можешь осилить типа без языка без опыта работы и ты там работаешь но в любом случае можно еще и в тот же фейсбук зайти в telegram везде эти чаты есть сейчас мне кажется вообще уже не найти работу в стране это блин я не знаю ну да есть еще такие люди которые находят работу но ты должен оплатить но за их не труд типа да это понятно можно таких людей мне кажется слать потому что в любой стране ты можешь найти работу сам я считаю если ты не можешь найти работу сам то мне кажется ты зря приехал ну это да окей так что делать достался нелегалом принципе понятно да ждать просто сидеть если ты нелегалом остался то сиди и жди в общем пока выйдет как бы ну в принципе никаких ты когда путь становишься вот на венджи ты все что ты бенжа 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 через два года грубо говоря то то ты ну когда закон выйдет от санаторий ты в принципе ну все что поменяется ты сможешь хочу учить когда я хочу уточнить то что они только два года можете 5 9 6 там да и там по-разному зависит от человека вещь у меня сестра прожила тут шесть лет но она не так она вообще даже не получила даже когда вышел закон она не сделала она просто забила на это все и жила без документов как нелегалкой но зато все делала и уехала все уехала даже нелегалка у меня получается муж сестры приезжал в италию три раза нелегала все время откроет там литву перегон машины и приезжал обратно сюда опять уезжал своим просроченным визой опять проезжал ну короче понятно вы как это работает никаких проблем нет но я думаю да я думаю достаточно для снова потом если люди заинтересуются тому же отдельная тему будут там дальше можем дальше общаться ну да как раз это будет общение печенье ну в общем сколько ждать санаторий понятно то есть там в принципе они могут и как когда им надо если они видят что снягане денег уходит мимо кассы то они делают этот санаторий и так и понял собственно это зависит от правительства да только да не так они скачат окей если у тебя вот временное временное вид на жительство которое временное там же можно как пмж так и внж взять ну изначально ты же там можешь допустим если ты студент то ты можешь временный вид на жительство делать и обновлять да 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 это вот с внж и п и пмж ты можешь выезжать загадку в польшу например или в испанию скататься да 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 то есть спокойно поищать другие страны которые ходят шенгензом если не ты нелегал разумеется не стоит вообще дальше италии куда-то выезжать да да лучше не стоит потому что мы будут проверки и ты не знаешь какова политика других стран они могут тебя выслать на границе окей какие условия получения паспорта допустим ты сидел там до в италии два года да ну к примеру 34 когда дали тебе это санаторий вышел и ты типа решил по закону да по закону ты получил пмж и ты должен прожить с ним пять лет пять лет до после пяти лет ты получаешь уже постоянно безлимитный пмж называется ну типа постоянно уже после этого ты получаешь уже еще прожив еще прожив 5 лет ты можешь подавать на паспорт но там долгий процесс короче мало кто берет ну потому что там в принципе ты пмж отличается от гражданства тем что только гражданство тип ты можешь на выборы типа голосовать то имеешь право выбрать президента но как бы как говорится нам не помогать в наших странах мы и так без выбора до этого окей тип можно принципе на пмж остаться на пожизненном и пособа не париться окей а получить паспортская соответственно там наверное свои какие-то тоже да там бумаги собирать все остальное показывать понимаешь со временем ты уже поймешь что и как но есть специальные организации где делают это все бесплатно но есть некоторые услуги которые платные на большинство бесплатные делаются ну короче там например если нужно будет продлить твое пмж тебе нужно будет просто сходить в это агентство они тебе дадут то типа какие документы собрать соберешь принесешь они все оформить сами ты отнесешь почту и отправишь а вот смотрите после тебя пмж ты можешь взять и допустим ну ты получил да там грубо опять же грубо говорим да допустим два года ты посидел нелегалом сделал пмж ты можешь потом взять и уехать к примеру работать во францию и жить там вообще остаться работать нет спрж до с таким временным получается нет который на два года но ты можешь уехать туда и остаться и я понял вернут и вернуться обратно назад когда у тебя есть срок тут найти работу и опять продлить ну или найти знакомы которые могут оформить хорошо но если ты постоянно временем же пупы ну получил а есть постоянно то ты можешь ездить и работать короче как победили меня уже это как уже все паспорт грубо говоря да это уже часть гражданина стороны ты можешь пока у тебя сейчас какой этот пмж тяж пмж сейчас получается да у меня пмж на два года я я могу сейчас уже получить постоянную просто на эту нужно бегать на немножко больше волокиты нужно ходить в полицейский участок взять бумажку то что у меня нету судимости сдать экзамен на итальянский язык получить сертификат и вот это все собрав ты несешь понятно короче ты так в италии работаешь если хочешь попутешествовать то ты можешь принципе спокойно выехать и заехать обратно да я могу спокойно заехать выехать я даже сейчас могу если у меня будет ну типа постоянный контракт не временный на работу у меня будет какое-то количество денег в банке я могу сходить в американскую посольство взять визу туристические и полететь в америку потому что у меня же есть у меня есть и контракт и типа договор на квартиру есть деньги на счете есть работа куда то что я вернусь обратно типа и большинство так и делают у меня один знакомый также но это другая история если хотят и смотри да а по поводу вот вирусов как вообще сейчас там вот эти в этом плане какие-то проблемы типа опять же с той же работой или что-то еще как как к туристу который приедет и захочет работать он насколько ощутить вот эту проблему из-за вируса потому что насколько я знаю италия там это вообще типа эпицентр ну лишь из-за вируса большинство закрылись именно магазины и ресторана магазин ладно не все попадают а вот в ресторанах вот большинство закрылись и меньше работ просто я имею ввиду что именно те которые работали в ресторане там на кухне и там помогали потому что вначале только на такие работы и заходишь но другие работы именно для нелегала которые находятся там уборка сиделка там еще что-то такое они есть люди заходят дальше работают и все нормально наоборот не в час это выгоднее так как италия все время открывает закрывает что-то меняет уже все уже имею ввиду что допустим вирус вот многим возможно как бы ну тут твои ну такое двоякая типа да ты приезжаешь возможно многие кафе закрылись и вообще потеряли там большие убытки до понесли в бизнесе и возможно они наберут реально людей нелегалов может потому что им можно поменьше платить а с другой стороны очень много людей сейчас и ну именно много итальянцев тоже ищет работу и кто с пмж и вот кому работодателю как на месте работодателя кого будет выгоднее то есть принимать на работу сейчас мне кажется очередь на работу будет большая во все разные места и типа приезжай до некий турист и типа он хочет тоже да нет это я ж горы это будет зависит от тебя поняли она не знакома до активный парень насколько ты шустры и активнее покажешь себя и люди доверятся постараются тебе найти работу так я нашел своему другу зовут его серега поначалу тоже также немножко учился но я его потянул себе шефом сам договорился получается одной ответственность он был бизнес к без опыта без документов но делал на тот момент документы был закон как раз но до этого еще было далеко от его он взял нашел какие-то выходы у мыши как взять его на работу как ему оплачивать потому что у него не было банковской банковской карты и все все нормально работает час уже про место скоро получит и сейчас уже шефом большом маркете работает смотришь привет не забыла блин уж лучше ну классно да короче я так думаю что это не очень сложно в этом плане вообще можно нормально мне кажется даже может быть легче чем даже в сша смотри каждая страна тяжелая по-своему это будет зависеть от тебя дайна как ты освоишься там и все есть никакой людям малая часть которой сдаются и уезжает обратно ну да есть таки я не столько денег реально и они сдаются и уезжают нету работу нету этого те люди которые идут своим целям они добиваются вот и все слушаю часто этот я тут меня параллельно видео идет я увидел что на мопедах катаются там вообще на право вот ну ты когда пмж получил можешь права взять на те же машинки либо на мопеды да ты имеется ввиду после того как ты получил пмж ты можешь да ты можешь год ездить по по своим правам своей стороны получается а если но после турист ты можешь спокойно ездить со своими правами тебя не обязательно есть ты получил пмж и прожил больше года уже с ним легально и тут я обязательно нужно знать на право итальянский ты должен язык уже итальянскими правами ну все тогда ребята есть ребят если было интересно конечно и хотите узнать что-то поподробнее шить ему директ и ручь комментариях да напишите что интересно что как вообще он там тоже будет заходить смотреть я тоже чудо я отвечать потому что мне сейчас уже самому больше тоже заинтересовала европа потому что что-то как-то не знаю плену вам полегче и в целом поинтереснее даже я дай даже не сделаю так чтобы вам было легче какие-то фишки какие-то подсказки лайфхаки подскажу до нюансы как что сейчас более менее легко перебегаться что-то как-то себя показывает но это уже другие истории ладно все все рядом был болтать отлично короче не забывайся заходите комментариях отвечать ребятам ребята вы пишите короче в комментариях все вопросы вообще которые вам интересны ладно все всем пока все отдавать пока так где у нас тут выключить камеру камеру хоть записано так моя моя записала все четыре минуты у меня 50 я на расистов да только у тебя а у тебя все четыре у меня 50 до так окей надо выключить бс еще тоже чем да здесь звук записался